Вархаммер 40 тысяч Спейс Марина 2. Это тот проект, который я ждал в этом году, а самое главное, готов был купить, оформить предзаказ, что собственно я и сделал за целых 10 тысяч, мать его, рублей. Ибо хотел поиграть в него чуть раньше, чем все, кто приобретет стандартную версию, но поиграл в итоге всего лишь один день до официального релиза, поскольку времени у меня было не особо много. Кстати, большое спасибо ребятам за помощь приобретения, если вы не знаете, где купить подписки игры на Xbox, а также на PlayStation, можете оформить по ссылке в описании под роликом. Сразу скажу, что эта игра, мое первое знакомство с этой вселенной, не судите строго, если я где-то там ошибусь, буду не точить, но так или иначе хочу поделиться впечатлением от прохождения, а также дать понять, стоит ли в нее играть или нет. Спасибо огромное всем тем, кто поддержит это с лайком, подпишется на канал и начать я хотел бы с того, что этот проект я действительно ждал. Несмотря на то, что я не знаком с лором Вахи вообще, но смотря на показанные трейлеры или кусочки геймплея, во-первых, казалось, что она очень похожа на мою любимую серию Gears of War. Ну а во-вторых, что она мне зайдет, ибо мне в принципе нравятся брутальные шутеры от третьего лица с возможностью кооператива. В кое-чем я все-таки ошибся, и эта игра лишь частично похожа на эксклюзив от Xbox. Да, я не играл в свое время в первую часть Space Marine, возможно, у меня было бы более приближенное понимание того, что меня ожидает, но в целом я не сильно расстроился, поскольку от прохождения я все равно получил удовольствие. Первое, что бросается в глаза, это графон. Визуальная составляющая тут реально очень крутая, локации, постановка сцен, детализация, анимации, и в целом все, что происходит у тебя на экране, иногда заставляет тебя не спеша просто позалипать. Особенно, когда игра вас отвлекает от Махача, вы просто смотрите на огромные дворцы или просто на взрывы или бегущих где-то вдалеке толпы врагов. Прям реально останавливаешься, идешь не спеша, рассматриваешь, и понимаешь, что мир Вархаммера, помимо того, что он брутален и жесток, при этом очень детализированный, масштабный и красив, и от этого просто радуется глаз. Выделю еще просто прекрасную постановку некоторых сцен, ощущается реально с отвагой, честью, прям вот, знаете, ну, сделан с душой. Но, к сожалению, такого немного, и первая миссия действительно как-то нагоняет на тебя вот какой-то эпик, который ждет тебя впереди, но, опять же, это не совсем так. Так, некоторые боялись, что оптимизация будет просто отвратительной, якобы у игры есть проблемы. Скажу честно, при игре прям заметных дропов не было, я играл на Xbox Series X, а ребята, играющие на Series S, также это подтверждают, у них тоже шло все вроде как хорошо. Игровой процесс здесь довольно неплохой, но не идеальный. Смотря на геймплейные ролики, у вас, скорее всего, сложится впечатление, что это некая Gears 4. Вид от третьего лица, оружие с бензопилой, очень похожая стрельба, я, по крайней мере, думал точно так же, но глаза вас обманывают. Игра по геймплею больше похожа на войну миров Z, но только с уклоном на ближний бой. Просто огромное количество врагов, которых вам придется раскидывать направо и налево. Когда ты в бою, ты реально чувствуешь, что в твоем управлении какой-то сверхмощный и брутальный боец, одним словом, ультрамаринец. И в целом это круто. В вашем арсенале имеется граната, два оружия дальнего боя, а также одно ближнего. Но, несмотря на наличие стрельбы, на мой взгляд, она тут как доп-фича. Поскольку, во-первых, практически все оружия очень похожи друг на друга, как и визуально, так и по применению. Просто какая-то стреляет дальше, какая-то дольше. Но, по ощущению, опять же, практически все одно и то же. Кроме некоторых, типа снайпы и моего любимого мультимельта, который бьет огромным импульсом, вынося довольно большую толпу врагов одним выстрелом. А, во-вторых, используя обычно автоматы или пистолеты, у вас не получится нормально отбиться от врагов, которые будут идти больше всего толпами, ибо они будут вас окружать, патроны будут кончаться быстро. И вам чаще всего придется применять оружие ближнего боя, делая различные комбинации и также парирование. Вот эта, кстати, механика, как по мне, получилась крайне спорной. С одной стороны, она дает вам разнообразие в битве, которое будет требовать внимания и должной реакции, ибо есть еще атаки, которые не парируются. А вот с другой стороны, при такой массе врагов парирование будто смотрится неуместно и немного тебя бесит. В любом случае, она дает зрельща, если ты выполнил его идеально, а потом смачно стрельнул и сделал аффектную добивашку. Короче, как ни крутите, но ближний бой тут, наверное, более весомый, важный и нужный, особенно для того, чтобы пополнить себе защиту. Бои тут ощущаются клево, не скучно, брутально, ибо когда ты делаешь добивание, это просто заглядение, везде кровищи, мясо и практически такой же эффект, как ты делаешь распил с ланцера серии Gears 4. Но на больших сложностях игры мне показалось, что баланс тупо идет нафиг, ибо я начал проходить игру на ветеране, это было так себе, поскольку тупо было невозможно играть. Как бы мы ни прыгали, ни укрывались, нас тупо выносили, не давая нам ничего сделать, особенно в миссии, когда нужно было что-то защитить. Я наслышал, что кто-то там проходит на максимальной сложности, но у меня сложилось такое впечатление, что игра немножко поломана. Ибо там, где нужно было защитить, простреливались ограждения для врагов, аптеки не поднимались, и на нормальной сложности было ощущение от игрового процесса намного приятнее, чего впоследствии играли именно на нем. Разнообразие в битву вносит и крупное оружие, которое вы можете брать только в руки, это огнемет, пулемет, в некоторых миссиях при определенных врагах и обстоятельствах они будут очень кстати. Но при этом всем, к сожалению, страдают сами миссии, они очень однообразны и практически не предоставляют тебе чего-то нового и уникального. Вы идете по коридору или по полю, мочите врагов, и ближе к концу вам нужно либо будет на точке постоять некоторое время, либо что-то защитить. И между делом обязательно покататься на лифте для пару реплик. Радует, что иногда вам придется разделяться или как-то кооперативно действовать, чтобы выжить, но этого настолько мало, что ты начинаешь просить этого еще, но этого не происходит. Это, возможно, ощущается как хейт, но это не он. Я, наоборот, хотел бы, чтобы такой проект был только лучше за счет разнообразия. Можно было бы дать какую-нибудь там турель, может быть транспорт. Просто та же самая гиря, многих тоже может наскучить, как в некоторых моментах меня вархаммер, но она тебя, по крайней мере, развлекает в течение всей игры, чередуя либо игровые механики, либо игровые ситуации. Но вархаммере от начала до конца практически все одно и то же. Единственный глоточек свежего воздуха в подобную рутину мне дал ранец, который появляется буквально на несколько минут в пару миссий. И открываешься ближе к концу молот, который ощущается внушительней, чем меч. Но чего-то другого в игре, к сожалению, вы не сыщите. И это очень печалит, поскольку в течение прохождения ты жаждешь, что тебя чем-то удивили или развлекли. Хотя нет, пожалуй, удивление было, когда тебе дали ближе к концу полетать 30 секунд в космосе. И все. Тут есть еще и боссы, и если вначале мне показалось, что к каждому из них будет какой-то определенный подход или мини-действие для победы, они будут интересны, увы, не могу так сказать. В большинстве случаев вам нужен будет просто уворот, блок и просто урон. Самый интересный босс это финальный, он реально прикольно был сделан, и в целом от начала до конца, опять же, ничего не меняется, кроме врагов. Сюжетная составляющая, честно говоря, для меня была проблемой с точки зрения понимания. Да, ты видишь основную линию, что ты играешь за бывшего капитана ультрамаринов, которого зовут Тит, которого назначают на другую должность за счет определенных моментов, после дают ему весьма типичное задание для таких бойцов, где будет немножко интриг, событий и просто повествование. Вроде как ты это все понимаешь и, по крайней мере, пытаешься вникнуть, вчитаться, вслушаться. Кстати, огромное спасибо, что эта игра полностью на русском языке, это всегда плюс к атмосфере и комфорту игры. Но у меня реально кипел мозг от того, что при повествовании применено просто миллион лорных определений, названий, да и просто слов, которые, увы, обычному игроку, как мне, просто ничего не дают. А еще, когда ты проходишь игру вместе со своим угарным корешем, то сюжет точно будет не самым важным компонентом. Выгоняем алкоголь. Тида. Тида. Да заткнись ты. Тида. И всю игру ты будешь понимать так, что, ага, мне надо что-то уничтожить или защитить, не знаю зачем, тут у кого-то конфликт, хрен знает почему. Ага, тут вылез какой-то чел, он что-то какой-то важный. Ну, короче, ладно, я приступаю. Зачем, что, почему, для чего и что на это повлияло, это те вопросы, которые у меня возникали постоянно. Поскольку лора я не знаю, как и большинство, поэтому я больше кайфовал от игрового процесса, нежели от сюжета. И мне кажется, такая проблема будет у большинства. Помимо основной сюжетки, где вы можете ее пройти от начала до конца вместе с двумя друзьями, есть еще и кооперативные миссии, где вам дадут поиграть за вторую сторону отряда. И в целом там тоже вас не ожидает ничего такого интересного, кроме как увидеть одну и ту же миссию с другого ракурса. Единственный плюс, что тут вам дают собрать своего бойца так, как вам хочется. Оружие, цвет, эмблемы и так далее, в остальном все то же самое. Для фанатов, я думаю, это просто райский уголок, ибо им все будет легко для понимания, понятно и в целом интересно, ибо я понимаю радость, когда ты получаешь новую игру по любимой вселенной. Любой шильдик, цвет, упоминания, какие-то мелкие детали 100% дают много чего именно фанатам. Но опять же не дают ничего обычным игрокам. Кстати, когда я пытался в этом всем разобраться, я понял, насколько мир Вархаммера уникален и проработан. Тут реально каждая деталь, крошка, значочек, символ, предмет имеет лора столько, сколько вы, наверное, ни в одной вселенной не сыщите. К примеру, эти штуки в голове главного героя для обычного игрока, это будет что-то типа шрама. Но по факту, это обозначение того, сколько лет службы у него за спиной. И дело в том, что их разновидностей тоже будет дофига, у одного ордена они одни, у другого другие, там разные цвета, форма, короче, я думаю, вы поняли, что любая микродеталь в Вархаммере, это просто тонна информации, и от этого многим и кайфово все время копаться в этой вселенной. Но тут я попрошу фанатов Вахи написать, как вам эта часть сюжетна, насколько она интересна и как вы ее оцениваете, поскольку я, ну, не могу ее объективно оценить. А еще попрошу написать насчет того, что многие говорят, что Спецмарина 2 абсолютно такая же, как Спецмарина 1, но только прокачанная графикой. У мультиплеера, если же я изначально думал, что он меня как-то затянет на некоторое количество дней, к сожалению, такого не произошло, поскольку он мне показался посредственным и просто для галочки. Да, это круто, что он есть, но, увы, ощущается он не сказать, что клево. У вас есть несколько режимов, а-ля командный бой, захват точек, бои проходят 5 на 5, и в вашем распоряжении несколько классов со своим оружием и фишками. У кого-то больше здоровья, кто-то может там поставить перед собой щит, полечить броню, и в целом это немного влияет на баланс, но, как я понял, побеждает тут больше тот, кто либо бьет из-за спины, или тот, кто первый начал наносить удары ближнего боя, либо тот, у кого рядом на парне, который поможет разобраться. Не забываем, что тут есть механика блока, парирование, и, к сожалению, оно тут вообще как-то не работает, и если ты пытаешься его сделать, то ты, скорее всего, просто отобьешь пару ударов, но враг продолжит серию и просто тебя заколотит. ТТК тут небольшой, локации тесные, плечи у персонажей широкие, поэтому не наблюдается какой-то, знаете, гармонии и харизмы. Короче, честно говоря, мне было в нем скучно, и там точно не будет такого мяса или жесткого контакта, как это было, опять же, в компании. В общем, мультиплеер мне пришелся не по нраву, я не понял, в чем как бы его прикол, и я больше жду кооператива на волны, которые будут очень кстати. Подводя итог, несмотря на спорные моменты, мне в целом зашла Спейсмарина 2, в ней можно убить время, уничтожая толпы врагов, при этом послушав историю Капитана Тита, побывав в красивейших локациях, и в целом мире Вархаммера, которые наполнены интересными вещами, но игра больше придется по душе, опять же, фанатам. Ибо Вархаммер, он сложен для понимания, и многие моменты просто пройдут сквозь вас. С другой стороны, данный проект как раз таки может вызвать у вас желание это все изучать и познакомиться, и тогда вы реально от него кайфанете на все 100%, поскольку геймплейно, она хороша, но, к сожалению, не разнообразная. Поэтому тем, кто хочет мяса в коопе, пробежать будет более чем нормальным, особенно если вы купите игру напополам с другом, поскольку 10к за нее, мне, к сожалению, жаль. Да и в остальном, огромного хайпа с остальными обзорщиками я, честно говоря, не разделяю, и на мой взгляд, проект очень сильно перехвален. Для меня Спецмарина оказалась игрой на пару вечеров, которая меня не особо наскучила, но в то же время не принесла мне бури каких-то эмоций, от чего я бы вспоминал бы ее с теплотой через какое-то время, или бы желал проводить в ней время дальше. Просто поскольку я обладатель максимального издания, меня ждет дополнительный контент, но буду ли я в него играть, это далеко не факт. Короче, получился такой уверенный, красивый и в то же время мясной кооперативный проходничок, отсылая нас во времена игр 360-го бокса, которые выросли графически, но не в плане игрового процесса. На этом у меня все, если видос понравился, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь своими впечатлениями о данной игре, если играли, и спасибо за просмотр, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok